Девушки отдыхают Она отказывается сдать биоматериал ребенка, но приводит в суд неожиданного свидетеля. Я как раз и воспитывал детей, я отвечал за детей. Да в тот день! Я же защищал своих учеников, когда он на меня бросился с этим кортиком. Я рисковал своей жизнью. Ученик пришел в школу с ножом, чтобы убить учителя. Почему это случилось? Кто виноват в нервном срыве подростка, предстоит разобраться суду. Истец требует установить факт признания отцовства и включить ее сына в круг наследников. Ответчик иск не признает, потому что мальчик не может быть сыном ее мужа. Так, пожалуйста, истец, обоснуйте суду ваши исковые требования. Здравствуйте, уважаемый суд. Я представляю интересы своего малолетнего сына Пирожкова Егора. И хочу признать факт отсутствия, чтобы он получил наследство от умершего Гусева Матвея Егоровича. Подождите, факт признания отцов в умершем вы имеете в виду? Умершего, да, совершенно верно. Гусева Матвея Егоровича. Вот свидетельство о рождении моего сына. Ваша честь, моему сыну Пирожкову Егору свидетельство о рождении не указан отец. Но тогда были обстоятельства такие. Понимаете, он очень важный человек. У него много командировок. И когда я рожала, и меня выписывали, его вызвали срочно в командировку. Но в конечном итоге срочная командировка закончилась. Что мешало папе ребенка дойти до КЗАГСа и написать заявление о добровольном признании отцовства? Ваша честь, да, я виновата в этом плане. Но я молодая, понимаете, неопытная. У нас в нем мыслях даже не было. Во-первых, он внезапно умер. Мой ребенок остался без отца. А тут вот, я думаю, что вот эта бумажечка, это ни о чем не говорит. Подождите, подождите, хорошо. Вы понимаете, что мы с ним проживали 5 лет. Нашему ребенку 3 года. Совместно проживали. Совместно жили в моей квартире. Он меня полностью обеспечивал. То есть меня и ребенка. Я не работала. И даже тогда... Простите, подождите, естественно. То есть вы утверждаете, что вы совместно постоянно проживали? Постоянно проживали. И днем, и ночью? И днем, и ночью. Совершенно верно. Ваша честь, это неправда. Подождите, отвечу секундочку. Ну, что неправда? И при этом, подождите, а вы супруга? Да, законная. Скажите, пожалуйста, при этом брак не расторгался? Нет, не расторгался. Почему? Ну, Матвей тогда как-то... Ну, не решался он, понимаете? Если, подождите, если нет никаких... Я молодая, понимаете? Да подождите, ну молодость проходит, поверьте мне. Ну, что вы как аргумент? Я молодая, молодая. То есть вы утверждаете, что при этом сохранялся официально зарегистрированный брак, хотя фактически брачные отношения были с вами. Да. Да, и у нас была любовь. У нас была прекрасная семья. Ваша честь. Я не понимаю, вот как пять лет с вами мужчина проживает до ЗАГСа дойти, написать заявление? Ну, на тот момент мы не думали. И, во-первых, Матвей всегда признавал его сыном и называл его сыночком. И когда возвращался с командировок... Чем вы можете доказать? Вот посмотрите, у меня есть фотография, где это Матвей, сын... Нет. Нет, это замечательно совершенно... Ну, я просто в суд по фотографиям... Ну, вы понимаете, он меня обеспечивал. Как? У меня есть доказательства. Ну, давайте. На мою банковскую карту ежемесячно поступали денежные средства. То есть когда-то было 50 тысяч, когда-то 70. То есть вот все, у меня это зарегистрировано. Все с банка. Через судебную прессу вы передайте, пожалуйста. То есть расчет... Это справка о том, что я не работала все это время, находилась по уходу за ребенком. Да и Матвей мне всегда запрещал работать, потому что он меня обеспечивал, нам хватало. И у меня никогда не было мысли, что вообще может такое произойти. Он, понимаете, он, понимаете, внезапно умер. Для меня это просто шок. Прошу прощения. Егор, его сын. Прошу прощения. А где скончался он? Он скончался в больнице. Понимаете? То есть это сердечная недостаточность. Он поехал. А как он был госпитализирован? Он из моей квартиры был госпитализирован. Да. Это не отрицательство вы не отрицаете. Не отрицаете. Я не знала. Я думала, что он с работы. Мне сказали, госпитализировали его. Понятно. Смотрите, вы представили выписку о движении денежных средств, которая, ну, в какой-то степени она подтверждает, что ваш покойный супруг осуществлял денежные переводы со своей, людей со своего расчетного счета на ваш расчетный счет. Но это подтверждает, что он вас материально содержал. Ну, как это подтверждает? Ну, он и жил со мной. У меня даже соседи есть. Что есть? Соседи, свидетели есть. Можно пригласить моего свидетеля? Ваша честь, дайте слово. Нет, ну, естественно, ваши сначала опрашиваются стороны, а потом уже свидетели. Так, мне свидетельство о рождении передайте, пожалуйста. Да, конечно. Пожалуйста, отвечи, к вам смысл заявленных исковых требований понятен, да? Ваша честь, я совершенно не согласна с заявленными исковыми требованиями. Эта девушка, как я понимаю, являлась любовницей моего супруга, а я его законная жена. Мы вместе прожили не один год, а 25 лет. Вот выписка из домовой книги, где мы вместе проживали до последнего его дня. И до последнего вздоха я была с ним. Мы были зарегистрированы, к чему есть свидетельство о заключении брака. Свидетельство о смерти, как законная супруга, тоже получила я на него. Мой супруг человеком был очень общительным. У него были большие связи, обширные. Ну да, возможно, он позволял себе какие-то отношения на стороне. Он меня любил. Климат в нашей семье всегда был здоровый, и мы любили друг друга. У нас в нашем браке родилось двое детей, чему есть подтверждение свидетельства о рождении. Таким образом, трое наследников. Я правильно вас понимаю? Да, в нашей честь. Наследников в первую очередь. И что вы хотите таким образом поделить, расскажите мне. Ну, я хочу, чтобы он в права вступил одной четвертой доли. Нет, дело в том, что наследство, то есть то, что подлежит разделу, сначала выделяется супружеская доля, которая принадлежит лично ответчику. Одну, вторую, оставшиеся, должны поделить на четыре, потому что ваш сын четвертый наследник. Да, я бы так и почувствовала. Два четвертая, а одну, вторую, вовсе дроби. Естественно, 12,5% получается. Ну, хорошо, пусть это будет процент. Ваша честь. Подождите, подождите. А наследство у него осталось очень прилично. Хорошо. Это четыре квартиры, два загородных дома. То есть в этих четырех квартирах... Как хорошо чужое имущество делить. Ответчик, ответчик, в этих четырех квартирах ваш сын будет получать в каждой 12%. Получается? То есть малозначительную долю. Вы что, хотите эти доли продавать, проживать? Нет, я хочу, чтобы у моего Егора осталось от его отца. Четыре квартиры есть, я считаю, что каждому может достаться по квартире. В этом смысле, да? Да. И у Егора моего будет хотя бы одна квартира. У нас наследство, вот так, как вы предлагаете, оно так сначала не делится. Дело в том, что сначала оно делится между наследниками в долях. Специально законодательство устанавливает выделение доли каждому наследнику. Потом, если наследники не возражают, они могут у нотариуса поменяться долями. Там, отступить от равенства доли, ну, в силу каких-то причин. То есть заключить нотариальное соглашение, при котором они внутри себя по-другому подели, чем доли. Вы, не спрашивая ответчика, почему-то считаете, по каким-то причинам, что если есть четыре квартиры, то одна из них вашего сына. А если другие наследники не согласны? Ваша честь, я сюда и пришла для этого, чтобы вы признали отцовство и распределили правильно, что по закону положено для моего сына. Нет, 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 даже вы сейчас не скрывайтесь за этой фразой, все по закону, хорошо? Потому что я сейчас наследство не разделю. Я смогу признать наследникам первую очередь, но делить наследство будет нотариус, а не... Ваша честь, если бы мой супруг, как она утверждает, хотел бы признать ребенка, он бы это непременно сделал, Ваша честь. Ничто ему не мешало это сделать. Он человеком был глубоко порядочным. Но раз это сделано не было, а она явилась ко мне на другой день после его похорон, и я ей сразу предложила сделать генетическую экспертизу, что она заявила после похорон моего мужа, что имеет от него ребенка. Естественно. Вы попросили экспертизу. О какой экспертизе может быть речь? Человек только закопали. Его что, обратно доставать? Вы вообще, о чем вы думаете? Я считаю, это низко. Он был очень уважаемый человек. У вас свидетель есть, естественно. Да, я хочу позвать своего свидетеля. Нет, не я хочу, а вы просите. Вы просите суд пригласить свидетеля, который должен путем свидетельских показаний подтвердить. Что покойный проживал с вами, состоял с вами в фактических брачных отношениях и признавал себя отцом ребенка. Правильно? Да. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля истца. Свидетеля истца, войдите. Здравствуйте, Ваша честь. Представьтесь, пожалуйста. Я Леонид Матвеевич, сын умершего отца. Я пришел доказать сюда, что мальчик... Я должна уточнить, это ваш сын? Да. Так. Да, Ваша честь. Я пришел доказать, что мальчик действительно является родным сыном моего отца, то есть моим младшим братом. Нет, не так. Так, тут мы не можем установить биологическое происхождение. Речь идет не о том. Речь идет о том, что истец доказывает, что у вас покойный папа признавал себя отцом ребенка. Мой отец действительно признавал ребенка своим родным. Я не раз видел Полину со своим отцом, как они гуляли вместе, то есть, ну, с коляской были вместе. В следующий раз я видел, как они уже шли с мальчиком за руку. Я обратил внимание на мальчика. На нем была кепка, капитан, которую мне отец дарил как-то в детстве. Потом Полину я видел на юбилее отца. Видел Полину на похоронах. И мне нехорошо на душе от того, что ребенка хотят так обделить. Ваша честь, я не могу это слушать. Подождите, ответчик. У вас будет возможность задать вопрос освидетель. Спасибо. И я хочу, чтобы было все честно. Чтобы все полно. То есть доля досталась и мне, и сестре, и маме, и этому мальчику. Суд считает возможным предоставить сторонам право задать вопрос освидетелю. У вас есть какие-то вопросы к свидетелю? Вопросов у меня к нему нет. Нет? У меня есть заявление. А, заявление у вас есть. Хорошо, пожалуйста. Ваша честь. Секундочку, то есть мы стадию с вами опроса свидетеля прошли, правильно? Да. Эту стадию процесса мы с вами прошли. Пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь. Я просто не хотела поднимать эту тему в судебном заседании. Но дело в том, что у меня есть документы, подтверждающие, что мой супруг не мог иметь детей в силу того, что у него было заболевание. И наши дети появились в нашей семье путем донорского материала. Но это у тебя не получалось. А у нас не получилось. И Лару, 18 лет. Потому что все было хорошо у нас и любили бы друг друга. Детей он этих признавал. Это было наше обоюдное решение поступить именно таким образом. Мы с ним все это оговорили. И он записан отцом наших детей. А что ты не скажешь про дочку-то свою? Документы передайте мне, пожалуйста. Пожалуйста, Ваша честь. Потому что нагуляла дочку. Не от него. Ваша честь, это не имеет отношения к делу. Двое детей записано на него и являются его наследниками. Он этих детей признавал. Подождите, если в свидетельстве о рождении в графе отец стоит... Какие вы домыслы имеете? Да, Матвей, он действительно их указал. Но дети-то не его. А Егорка его точно сын. У нас с ним все получилось. И никакая твоя экспертиза... У вас в графе отец прочерк. Прочерк? Он и есть прочерк. Я понимаю, что да, была глупой. Не сделала то, что надо. А сейчас жалею. Нет, простите, естественно. Вы знаете, в том, что вы говорите, предположить, что на протяжении пяти лет никому из вас в голову, тем более, как вы утверждаете, что человек с вами фактически состоял в брачных отношениях. То есть перестал проживать совместно со своей супругой. Но никто же не думал. Переехал, переехал к вам. Стал там проживать. Содержал вас и ребенка. И за этот период времени не пришла ни разу в голову мысль... Да потому что настолько было у нас все хорошо. Вы даже не представляете, Ваша честь, мы всегда, везде были вместе. И вот последний раз мы собирались поехать вместе нашей семьей. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех сна. Далее в программе. Я как раз и воспитывал детей, я отвечал за детей. Да в тот день я же защищал своих учеников, когда он на меня бросился с этим кортиком. Я рисковал своей жизнью. Школьная травля может привести к трагическим последствиям. Особенно если атакующая сторона не одноклассники, а педагог. Ответит ли он за свое поведение, узнаем в суде. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСЦА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ИСЦА, рассмотрев все представленные документы и доказательства, основания для удовлетворения заявленных исковых требований не находят и исковые требования не удовлетворяют. Таким образом, суд не устанавливает факт признания отцовства умершим в отношении малолетнего сына и, следовательно, по этим же основаниям не включает малолетнего сына в перечень наследника в первой очереди. В данном случае суд не может согласиться с ИСЦом, что ИСЦом представлены необходимые доказательства, подтверждающие, что умерший признавал себя отцом ребенка. В соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса каждая сторона обязана доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается. Утверждение ИСЦы, что умерший признавал себя отцом ребенка на протяжении длительного времени не нашло своего подтверждения, поскольку суд полагает, что пятилетний срок, поскольку вашему ребенку пять лет, что пятилетний срок является достаточным сроком для того, чтобы в добровольном порядке признать себя отцом ребенка. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетеля, но в этом случае свидетель подтверждает факт вашего совместного проживания. Но каких-либо объективных доказательств, подтверждающих, что у вас папа признавал себя отцом ребенка, вы в данной ситуации суду не представили. В данном случае ответчикам были представлены свидетельства о заключении брака, которые подтверждают, что ответчик и ее покойный супруг состояли в течение длительного времени в официально зарегистрированном браке. Свидетельства о рождении детей, которые подтверждают, что ваш покойный супруг признавал себя отцом ребенка. Кроме того, ответчикам представлены соответствующие медицинские документы, подтверждающие, что ее покойный супруг по медицинским показаниям не мог являться отцом. То, что он состоял с вами в интимных и близких отношениях, ответчик этой не подвергал сомнению, он отпускал такую возможность. Но быть в интимных отношениях и признавать себя отцом ребенка, это несколько даже с юридической точки зрения разные понятия. Это понятно вам, естественно? Понятно. Я буду еще подавать. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. В иске отказать. Я очень жалею о том, что была настолько наивна и доверяла своему хоть и незаконному мужу, не записала в графе свидетельства о рождении, сделала прочек. Решение суда было правильным и бесповоротным. Я думаю, что это хороший урок для девушки. Представитель ИСЦА предъявляет иск о возмещении морального ущерба. Ответчик, представитель образовательного учреждения, иск не признает. Прошу всех встать! Прошу всех садиться. Прошу всех садиться. Слушается дело Зарипова Андрея Евгеньевича. Вы его законный представитель, да? Да. Зарипова Анна Васильевна, мама? Да, верно. Вы заявляете в интересах несовершеннолетнего иск о возмещении морального ущерба в размере 100 тысяч рублей. Ответчиком у нас является образовательное учреждение школы номер 31. Интересы представляет Кубасова Антонина Андреевна. А также у нас в качестве третьего лица привлечен лесняк Вадим Анатольевич. Да, вы третье лицо без самостоятельных исковых требований. Да, верно. Так, пожалуйста, ответчик, мне вашу доверенность на представление интересов. Угу. Да. Пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь, я требую, чтобы нам выплавили компенсацию 100 тысяч рублей. Школа. Потому что по их вине они моего ребенка свели с ума. Объясняю. Все началось с того, как у нас поменялся учитель истории. Наш прежний педагог был стар. Мой сын обрадовался, что приходит новый педагог. Что он очень любит этот предмет, историю. Он живет историей, потому что он у меня в военно-историческом обществе ездит на различные исследования, на боевые, где проходили бои. Вот. И однажды получилось так, что, когда был урок, мой сын поправил его по дате. Его это кого? Значит, учителя Вадима Анатольевича. А это вы, да, новый учитель истории? Да, Лесняков Анатольевич. Чисто вот машинально, потому что он у меня историю знает досконально. Вот. Досконально, конечно. И в итоге вот отсюда все началось. Что он его начал морально давить. То есть на него, на уроках он к нему придирается по всяким мелочам. По делу, без дела. То есть переходит на личности. Да кто придирается? Кто там переходит? Что вы говорите тут? Начинаете сказки рассказывать. И в итоге что получается? Подождите, давайте так. Во-первых, вы не можете выступать без разрешения суда. Простите. Во-вторых, когда вы будете выступать, я вас прошу, чтобы вы имели в виду. На всякий случай. У нас сейчас дети очень продвинутые. А вдруг запись есть? А мне скрывать нечего, я в принципе... Хорошо, я вас поняла. Тогда только первое замечание, без разрешения суда не выступать. Пожалуйста. Хорошо, извините. Вот. В итоге что получается? Он настолько его морально задавил, что мой ребенок пишет мне записку предсмертную. Я прихожу домой с ночной смены, вижу на столе записка. Мама, прощай. Я больше так не могу. Вадим Анатольевич меня замучил совсем. Решил, сегодня пойду в школу и зарежу его. А потом возьму и сам зарежусь. Вы представляете? Я, конечно же, бегом в школу. Думаю, ну, чтобы ничего страшного, ну, чтобы не случилось ничего плохого. Прихожу, там полиция. Думаю, что все, непоправимое. Ну, нет, слава богу, он глупостей никаких не натворил. Он взял кортик... Совсем не натворил, да. Он взял кортик дедушки и пошел в школу, представляете? Вот настолько морально ребенка задавили. Он у меня отличник. Ни от них нареканий, ни от одного учителя не было. Мы его воспитываем достойно. Понимаете? И в итоге он что? Он спрыгнул с третьего этажа. Да не спрыгнул, а выпал в процессе борьбы. Психологический срыв. Я защищался, и кученьков, что он тут... Да помолчите вы! Вот, психологический срыв. И в итоге, что мы... Пришлось нам пойти к психотерапевту. Мы прошли курс лечения. То есть мы перешли в другую школу, чтобы его как-то вновь восстановить. Ну, помогло чуть-чуть, капельку совсем. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы вы помогли взыскать со школы вот этот моральный вред, который они нам нанесли. Мне документы на оплату лечения через судебную приставу заключения врача. Вот все документы имеются. Так, уважаемые, вы директор? Да, я директор школы. Ну, давайте, директор, говорите. Я как представитель общеобразовательной очереди. Я прошу прощения, а вы с этой запиской в правоохранительные органы не ходили? Мне никто не подсказал. Я вот решила в суд сразу. Но, к сожалению, Анна Алексеевна и даже ко мне не обратилась в этот момент. Может быть, мы решили бы как-то проблему, которая сложилась между учителем и учеником. Я к вам приходила, когда начались первые задирки. Я же к вам приходила, говорила. Сколько можно... Не надо ничего говорить. Пишите всегда, что вы говорили. Вот вы сейчас будете говорить, я к вам приходила, говорила. А представитель школы будет говорить, нет, не приходили. Им бы так долго, может быть, нет, приходили. Хочется по-хорошему. Я не хотела никаких конфликтов. Вы не знаете, как писать заявление. Ну что, неужели так не надо законов даже для этого знать? Прошу рассмотреть мое заявление в связи с тем, что излагай, изложи своим языком. Но это заявление. У вас распишутся на копии, что его приняли. И обязаны будут рассмотреть. Обычно всегда решали все подоговоренность. Я, как представитель общеобразовательного учреждения, с иском не согласна. И я считаю, что в полном объеме материальный ущерб должен быть взыскан именно с педагога, с Вадима Валентиновича. Конечно, с педагога. А школа руки умоет, да? Потому что это именно он повел себя непрофессионально. А вы мегапрофессионал, Таня Андреевна, да? Это он не мог найти общий язык с детьми. Это он не только допустил травлю этого ученика. А откуда вы знаете? Вадима Натальевич, у вас директор сейчас очень грамотно. Ваша честь, да этот директор ни разу на моих занятиях не был. Еще раз я вам говорю, очень грамотно выставляет свою позицию. Видимо, после того, как я маме задала вопрос, почему с этой бумажкой не побежали правоохранительные органы. Итак, Вадим Анатольевич, он повел себя непрофессионально. Он не только допустил травлю этого ученика, но он еще и организовал эту травлю. И после этого инцидента мы его уволили решением педагогического совета. Из-за выходки педагога школы ответственности. Записью трудовой книжки, Ваша честь. А мне как на работу теперь устраиваться? Надо было договариваться, чтобы соглашение старого. Все, к чему мы теперь сейчас и стараемся как-то разобраться в этом суде. Это именно ваше поведение привело к такой ситуации. Педагогическому совету преподнесли неправильно мои действия. Подожди, Вадим Анатольевич, да вот так вот неправильно. Потому что я в этой ситуации вообще абсолютно не виноват. Ваша честь, можно я скажу? Школа тут, Антонина Андреевна, хорошо устроилась. Они умыли руки и говорят, что они вообще не при делах. И все деньги должен уплачивать я. А я считаю так, что я в этой ситуации вообще больше всех пострадал. Мне кажется, что этот Зарипов, он малолетний хулиган, он вообще не имеет никакого права на моральную компенсацию. У него ни одного нарекания. Это именно ваш сынок бросился на меня с ножом. Что, кстати, подтверждено документально. Вот протокол административной комиссии. Что это именно Зарипов бросился на меня с ножом. А я в этой ситуации рисковал своей жизнью, Ваша честь. С кортиком. Да какая разница? Я не об этом. Суть в том, что... Стоп, 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 стоп. Это существенная разница. И, во-вторых, ну, все бывает. Бывает и такое сильное душевное волнение, которое вообще, например, не может быть связано с поведением учителя. Вдруг у ребенка возникает. Вот. Совершенно верно. С моим поведением толщинка. Я не прошу вас мои слова ничем подтверждать. Речь сейчас идет о том, что вы преподавали в этом классе. У вас сложились достаточно негативные взаимоотношения по отношению друг к другу. Если сейчас взять... Это педагогический коллектив, когда принимал решение, наверняка разговаривал с классным руководителем, разговаривали с учениками, вызывали учеников, ученики давали свои определенные пояснения. Это не просто так. Знаете, когда педагогический коллектив собрался, решил лучше уволить, и мы потом будем чисты перед законом вообще. Мы среагировали быстро и уволили. Ваша честь, вот такая ситуация, скорее всего, и была. Потому что в этой ситуации... Послушайте, вы, как педагог, вас что, не учили в высшем учебном заведении, что главная обязанность педагога не говорить, а уметь выслушивать, нет? Вам никто это не объяснил? Мне все объяснили, у меня красный диплом, у меня высшее образование. У меня и складывается такого ощущения. Простите. А кто-то вам еще объяснил, что ваша точка зрения – это не последняя истина в инстанции? Нет? Есть еще другая точка зрения. Я понимаю, извините. Ваша честь, дело в том, что мы неоднократно проводили беседы с данным педагогом, и вы видите, да, немножко такое поведение. А чего вы раньше-то его не уволили? Раньше мы его не уволили, потому что, когда я посещала его уроки, он вел себя адекватно. В тот момент, естественно. Да я всегда себя адекватно вел. Ну, а так как Вадим Анатольевич решил затроллить того ученика, который сделал ему замечание, это говорит уже о недостаточном воспитании. Я считаю, что педагог, в первую очередь, это воспитатель, он должен был воспитывать детей, а не на своем собственном примере показывать, как… Нет, я как раз и воспитывал детей. Он даже не сделал замечание. В тот день, в тот день, я же защищал своих учеников, когда он на меня бросился с этим кортиком. Я искал своей жизнью. Послушайте, ну, есть какие-то объективные вещи, правильно, они объективные вещи. Вот нам школа дает документы. Они же тоже проводили анализ определенный. До того, как вы стали учителем истории, ребенок успешно получал оценки по истории, посещает историческое общество, он интересуется историей, он знает. Педагог имеет право на ошибку? Да, конечно. Безусловно. Конечно, имеет. Но неужели вы считаете, что если вам ребенок сделал замечание, вы не должны сказать, извините, я ошибся, что педагог, он не умеет произносить эти слова? Ваша честь, я умею произносить эти слова, и я благоприятно воспринимаю критику. Почему? Скажите мне, пожалуйста, почему после вашего прихода в школу у ребенка стали двойки? Почему? Я объясню ситуацию, ваша честь, потому что этот ребенок малолетний хулиган, потому что его мать так воспитала. Она ходила, всем говорила, какой уникальный какой мультик. Можно я договорю? Она всем заявляла, что он уникальный, самый умный, самый хороший. А на самом деле он обыкновенный хулиган. Между прочим, я когда... Простите, пожалуйста, все, конечно, бывает, все бывает, но достаточно редко, когда в хулигане соединяются отличные, все оценки отличные. Бывает такое. И вдруг только по истории у нас все время не хватает ему знаний. По всем остальным предметам хватает, а здесь не хватает. Понимаете, для того, чтобы человек совершал хулиганские действия, у него время должно быть. А у нас школьная программа сейчас такая, что для того, чтобы учиться на отлично, это не 24 часа в сутки, а 25. Да я в этой ситуации пострадал больше всех. Я в тот день выпал из окна, защищая своих учеников. Сказали в результате борьбы. Я получил тяжелейший травм. У меня заключение. Выписка из медицинской карты есть. Давайте. Примите, пожалуйста, к сведению. Приму. Я перенес две хирургические операции. У меня ногу по частям собирали. У меня штифты и болты до сих пор. Он убежал. Простите, пожалуйста, ваше выпадание из окна связано с тем, что вы убегали? Нет, я защищал своих учеников. Я вступил в борьбу с этим Зариповым. С маленьким ребенком. Стал с ним бороться. Споткнулся под оконник и выпал с третьего этажа. В результате чего и получил эти травмы. Хотите возбудить уголовное дело против несовершеннолетних? Да он еще возрастом не вышел. Не ко мне. Не ко мне. Так, что ваша свидетельница? Что такого скажет? Как он к ним по-настоящему относится? Да уже уволили. Уже уволили по тому основанию, по которому вы говорите, что плохой педагог. Уже уволили по этому основанию. Несправедливо, потому что я остался в третьей существовании. Я вас не спрашиваю. Я на работу не могу устроиться. Меня спрашивают фамилию. Говорят, она вас ученик с ножом кидала. Спасибо вам, не подходите. Идите в суд. Требуйте восстановления на работе и предстания увольнения законом. Я пойду. Идите. Пойду. Ваша честь, это одноклассница. Она расскажет о том, как... Да я знаю. Какая одноклассница? Они там все одинаковые. Конечно, они друг друга покрывать будут. Ну, подтвердить, что мой сын... А за что уволили педагога? Ни за что? За некомпенсивность. Я вас не спрашиваю. За то, что он довел моего ребенка до нервного взрыва. Я что должен сказать при наличии того, что педагога уволили? Что еще скажет ваш свидетель? Она подтвердит. Хорошо. Что она подтвердит? Я попрошу вас удалиться сейчас из зала. Если вы будете так себя вести, я попрошу вас удалиться. Извините, Ваше че. Пожалуйста, в зал свидетелей из ЦА. Несовершеннолетние, войдите. Так, вы у нас несовершеннолетние. Я могу вас опрашивать только в присутствии законного представителя. Есть. Я попросила маму. А вы мама, да? Да. Да. Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Давайте. Оля, не больше все рассказывай, как есть. Ваша честь, я Овсянкина Ольга Викторовна, одноклассница Андрея. И я хочу сказать, что Вадим Анатольевич, думаю, вам всем врал тут, наверное. Он не боролся с Андреем, а просто... Овсянкина, помолчи, пожалуйста. Я тебя не понесу. Давайте я... Я вас предупредила. Он не боролся с Андреем, а просто сиганул, как заяц в окно, бросив нас всех. Из-за этого, наверное, попросили уволиться. А Андрея... Да он его реально затроллил. Причем не по делу, не по предмету, а совершенно по скотски. Понимаете, Ваша честь, у Андрея немного оттопырены уши. Так он их локаторами называет. Типа, что локаторы развесил, что скажут сегодня наши локаторные станции и так далее. Но из-за этого мы перестали ходить на его уроки до самого увольнения. А это нормально для учеников на занятия, а не ходить? Это же из-за вашего поведения. Вы знаете, я честно говоря, если бы когда-нибудь в мое время, да, вот в мое время, там я себе, правда, представляю, это плохо в советской школе. И учитель бы сказал в отношении ушей моего сына, что они локаторы. Ну, я не знаю, учителя сколько осталось бы жить там. Это, наверное, не сын, а я бы пришла там. Ваша честь, я признаю, я делал какие-то замечания. Я делал какие-то замечания, это не замечания. Какие-то замечания? Я делал замечания, но все в рамках педагогической этики. После того, как он справил учителя, он постоянно его гнобил. Ну, вы ее послушайте, она меня еще в апокалипсисе обвинил. Да потому что вы себя так ведете. Подождите, истец, а вы мне переведите, что такое гнобил. Ну, может, вы когда говорите это слово, оно у вас емкое такое, чтобы я поняла. Да нет, он его обзывал постоянно. И это случилось только после того, как он его поправил. Все хорошие, я один негодяй, да. Вот я не знаю, как насчет негодяя, но то, что вас уволили, это факт. Да, несправедливо. То, что педагогический коллектив конкретно указал причину увольнения, это тоже факт. Занесение в трудовую книжку, разве это по-человечески, ваша честь? Мы могли бы увольнять, да. У нас все основания увольнения заносятся в трудовую книжку, как вам это не покажется странным. Мы могли бы написать по статье, а не по статье, я уволен. Это вы с работодателем договариваетесь, я тут ничем вам не могу помочь. То, что вас уволили по этому основанию, то, что вы не оспорили ваше увольнение, то, что вы не пытались признать его незаконным, то, что вы, имея такие травмы, по которым вы перенесли операцию, не обратились о возмещении материального ущерба. Это все на сегодняшний день не свидетельствует вашу пользу. А когда бы я занимался, если я в больнице лежал, операции переносил на работу? Ой, ну что вы, у нас трудовые споры вообще суд обязан рассмотреть в течение месяца после обращения. Это другие гражданские дела могут иногда достаточно длиться. А здесь непросто. Суд обязали рассмотреть любой трудовой спор в течение месяца. Ну, извините, у меня педагогическое образование. Если суд выносит решение о восстановлении работы, это вообще подлежит немедленному исполнению. Так, суд удаляется о принятии решения. Прошу всех встать. В следующей программе. Полиция туда на дачу прибыла и обнаружила мальчика, лежащего в крови, нога в капкане. Мальчики мечтали о квадроцикле. Они организовали собственное похищение и потребовали от родителей выкуп. Теперь один из них лечится, а другой дает показания в суде. Но кризис может наступить в любой момент. Он может не наступить. Но когда человек... А может и наступить. Жить для чего, для кого. И болезнь отступает по жизни. Женщина смогла победить тяжелую болезнь, но потеряла любимую дочь. Как защитить семью от бюрократической машины, узнаем в суде. А он говорит, ну, у тебя там мама дежурит. Как я приду? И Ленка говорит ему, ну, давай тогда лезь через балкон. Ты что, секунду, что ли, давай? Что, пацан сказал, пацан сделал. Находясь на выездных соревнованиях, подросток выпал из окна гостиницы и получил тяжелые травмы. Должен ли сопровождающий группы отвечать за подопечных, решит суд. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСЦА, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив третье лицо, заслушав несовершеннолетнего свидетеля, знакомившись с представленными материалами, иск о возмещении морального вреда с причинением вреда здоровью несовершеннолетнего сына истицы, суд удовлетворяет и взыскивает с образовательного учреждения в пользу истиции в счет возмещения морального вреда 100 тысяч рублей. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования по следующим основаниям. Образовательная организация обязана создать безопасные условия обучения, присмотры за обучающимися. Общая образовательная организация также несет ответственность за жизнь и здоровье своих учащихся. Обучающиеся имеют право на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Применение физического или психического насилия к обучающимся не допускается в соответствии с правилом статьи 43 Закона об образовании Российской Федерации. В данном случае 16-летний сын истицы в период обучения в данном образовательном учреждении подвергался психическому насилию со стороны преподавателя этой школы. Педагог постоянно унижал подростка, что привело к нервному срыву, выразившемуся в нападении у подростка на преподавателя. Поэтому суд удовлетворяет иск и взыскивает с образовательного учреждения компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд также выносит частное определение в адрес департамента образования, в котором указывает на необходимость принятия срочных мер в связи с произошедшим в данном общеобразовательном учреждении. Департамент образования будет обязан в течение месяца сообщить о принятых мерах, и в случае не сообщения о принятых мерах, должностные лица департамента образования будут привлечены к административной ответственности. В данном случае ответчик, ученик был ваш, не учителя был ваш. Следовательно, вы несете ответственность за всех ваших педагогов. Департамент, я попрошу его, чтобы он разобрался, почему столь скоропалительно был уволен педагог, если ранее были нарекания в адрес этого педагога. То есть было ли его увольнение связано с произошедшим, либо это произошло раньше, какие дисциплинарные взыскания применялись в отношении этого педагога. Вот пусть у нас департамент в данном случае с этим конкретно разбирается. Ваша позиция, я не могу сказать, что она неграмотная, что вы как бы постарались своевременно уволить педагога, но в общеобразовательных правоотношениях состоял, извините, это не мой термин, где-то там придумали такую терминологию, в общеобразовательных отношениях состоял сын истицы с вашим учреждением, не с педагогом, с вашим учреждением. Следовательно, это ваша обязанность создавать все условия, которые препятствуют физическому и психологическому насилию в отношении ваших учащихся. Понимаете, о чем я говорю? Да, конечно, я понимаю. Так, истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Спасибо. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я надеюсь, что всех этих денег хватит на восстановление моего сына Андрюши, чтобы он вернулся обратно к жизни, чтобы у него появился интерес к истории и к жизни вообще. Мы вынуждены согласиться с решением суда, но все-таки мы считаем, что вина в этом педагога. А вы не считайте, Антонина Андреевна. Скоро с вами опять в суде встретимся. Будете мне возмещать моральный ущерб. Страшно и больно, когда страдают дети. Я с мамой жить не буду, не хочу, я ей не нужна. Вы понимаете, я ей вообще не нужна. Во всем виноваты взрослые. Ребенку там должно быть комфортно. А в шкафу ему комфортно? Судья Елена Дмитриева защищает детей от взрослых. Но я понимаю, что они вам не отвечают, что мне это дело до ребенка вообще. А мне есть дело до ребенка. Это битва за будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова